Три градуса, ребятки. Так, они что-то... Ой! Прям по спине хлопнули. Даже у меня курица шляпа будет очень вкусно. Катя привела меня в пиццерию, тут она... Многое у себя? Многое? Да. Каждый день ходила сюда. По несколько раз. Взяли простую еду. Это у нас котлета куриная. Это не котлета вообще. Это курица в шляпе называется. Там грибы, курица и еще что-то. Можешь лицо. А, я думал, это как котлета идет. Нет, это сверху курица, куле курицы, а внутри... А, понятно. Я не знал. Макарошки по компотику взяли. Это у меня клубничный. У Кати смузи. Не знаю. Ягодные, что ли, да, какой-то? Я себе взял еще щи. А у тебя суп такой. Параллельно. И параллельно сижу еще, заливая влог, который выйдет чуть позже. Видишь? Это кури на пиле, а внутри грибы еще что-то. Типа как котлеты по-кейски. Ну а-ля. Там же тоже панировка. Внутри курица, масло. И тоже, по-моему, грибочки есть. Там масло куличкое, по-моему. Там, по-моему, и грибочки добавляют, если не ошибаюсь. Давно не ел. Так, что у нас тут по скорости? Все, по-моему, не очень весело. Так, сделаем тест. Скачивание нас особо не интересует. Ну да, скорость здесь не очень. Видимо, с открытым ноутбуком надо будет по району ездить, крысить. Чтобы хоть как-то его залить. Сказал Кате на свою голову шоколад вот этот. Который от Елены Насир. Все, переносимся по магазину. Мы всегда его ищем. А еще что мы набрали, ребят? Сейчас вам покажу. 358 рублей. Ну, просто у этой компании все очень вкусно. И вот, классную штуку мы купили. Вы же дома попробовали. Действительно классно светится. Стоит 399 рублей по скидке. Без скидки они стоят... Ну, без карты. Там карта, лента, да. Больше 1000. Да. Работает от трех батареек. Типа обычные пальчиковые. И вот такая неоновая классная подсветка. Мы взяли сердечко. Кактус. Пальму. Пальму. А вот это маме отдадим. Мороженое. Да, мороженое. Вот так вот классно смотрится. Ну и так по мелочи. Рулетик. Это мы в гости сегодня пойдем. Это я что-то ухватил Яшкина. Ну и конечно вот эти шоколадочки. Они, блин, дорогущие. 112 рублей стоят. А это ты себе взял? А это да. Я несколько попробовать. Не, на обычный сейчас буду. И йогурт. И йогурт. Все. Сейчас будем кататься с тобой. Немножко поболтаем. Потом в гости. Давай все укладывай. Все. Довольно. И к крестнику моему. Я довольна. Пипец. У меня так настроение поднимает этот шоколад. Это не похоже на шоколад вообще. Это похоже по вкусу на ириску, который не тянется. Не знаю. Который осасывается. Я сам признаю. Я не прям похож на шоколад. Фанат вот таких плиток. Но вот это очень вкусно. Вот ты говоришь, что я все быстренько съедаю. И ты все съедаешь. Ну и целую поводку забрал. У меня еще три штуки там есть. Слушай, а я хочу сейчас попробовать пряник этот дорогущий. Ты снимаешь? Да. Дай мне, пожалуйста. С ответом? Да. Пожалуйста. 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 Спасибо. Сейчас заценим в режиме. Вот так вот выглядит. Очень вкусно. Я обожаю имбирные пряники. Попробуешь один? Я не люблю шоколад такой темный. Я не люблю имбирь. Хотя имбирное печенье я обожаю. А пряники нет. Ну вот я Яшкину брал. Не такие вкусные. Светильники, которые мы купили. У нас два варианта. Сердечко и мороженое. Вот. Сегодня мы вот это купили. Прикольно смотрится. Ребят, записываю этот кусочек уже на следующий день. Погода в Брянске полное говно. Всего три градуса. Даже видите, он кусок снега лежит. Льет дождь, холодище. Еще и ветер к этому всему добавился. И сейчас направляюсь за Катей. Она сделала все свои процедуры по зубам. И у нее там уже полный Голливуд. Ей останется лишь капать сделать. И в принципе все. Она эпопею свою закончила. Дрекеты она сняла еще вчера. Ну я пока это и не записывал. Зачем показывать вам зубы. И пока я еду хотел сказать. Вы все спрашиваете вообще кем я работаю. Хотя я об этом говорил. Но еще раз повторюсь. Я продакт менеджер. Менеджер по продукту. Я управляю командой. Выращиваю метрики. Ну а более подробную информацию вы можете в принципе найти в Яндексе или в Гугле. Ничего сложного. Это сфера IT. То есть разработка. Там у меня аналитики. Дизайнеры. Вот эти все специалисты под управлением. И наша общая задача сделать так, чтобы продукты рос. Метрики вверх летели. И было больше прибыли у компаний. Потому что я работаю исключительно в коммерческой компании. Выбираю сейчас среди нескольких компаний. прохожу собеседование. Бавита. Мэйл. Озон. Еще пара мелких компаний. А вот Сбер. Ну Сбер там на самом деле очень много продуктов. Поэтому есть смысл разделять. Я в Сбер дом клик смотрю. Достаточно такая прибыльная профессия. Не буду скрывать. Вы потому что спрашиваете откуда деньги. Кто-то там думал что с ютуба много зарабатываю. Но это не так. Или там еще у меня есть богатые родственники. Много гипотез от вас звучало за время ведения канала. Но нет. Работа это основной заработок. И получается вот сохранять пока тот уровень жизни. Просто накоплениями которые у меня были. Вот и все. Ну и что. Продолжаю ехать. Наслаждаться этой прекрасной погодой. Достал уже всех. Но. Блин. Вот серьезно ребят. Ну надоело. Я уже все жду. Когда весна будет. И хоть какой-то намек на тепло. Ну очень сильно надоело. Еще и пробки здесь. Писала 10 минут до Кати ехать. Вот уже еду минут 7 наверное. И пишет еще 7 минут осталось. Вот. Так что наслаждайтесь. Кто сейчас в Майами где-нибудь отдыхает. Или на зарубежном курорте. Где солнышко. Я вам завидую. Но у нас пока так. Надеюсь найду работу. И потом получится. Может быть где-то удаленно работать. Жить. Наслаждаться солнышком. Я очень хочу в талант. На зимовочку. Сейчас бы не поехал. Потому что. Лоу сизон вот-вот начнется. Или уже начался. Вот. Но зимой с удовольствием. У нас новый влог про еду. Мы приехали в торговый центр. Аэропарк. В чикен пиццу. Ты здесь уже ел пиццу. И мне кстати понравилось. Да. Она здесь прикольная. Жалко нет детской. Она самая простая. И похожа на то, что в столовке. Вы слышите. Там это еще арена. Территория киберспорта. Там люди матерятся. Потому что играют в флипу. А что мы сюда зашли поесть. И купили еще там для Кати пуговицы для пиджака. Она одну штучку теряла. Пришлось вот Леонардо забежать. Ну, сейчас вы не увидите. И купили комплект пуговиц. И наклейки купили. Вот тут ежик был. Я себе на камеру повесил. Ну, давай я сниму на телефоны и я тебе скину потом мою руку. Да, давай. Я не знаю как. Ну, давай вот так вот бочком. Вот такая красотка. Ну, я потом ставлю просто под кадриком. Я себе наклею вот эту белочку. Ой, Господи. Вот эту. Белочку, уверена? Ну, наверное. Да вот ежика вот такого. Или... Покажи мне на телефоне ежика. Угу. Все в ежика. Это мне сестра наклеила. А, ну и зубы. Покажи свой голиот. Ну, смотрите. Вообще кайф. Я тоже так хочу. Мне еще по зубам дофига что делать. Ну, я нагоню тебе. У тебя покрытие, да, вот это... Как оно называется? Я не знаю. Ну, выглядит круто. Самое главное, что виниры не надо ставить. Я хотела себе зубы сделать там вот все красивее, посветлее, покрытие. А виниры, это когда спиливают зуб. Да я знаю, чекаю виниры. И наклеивают. Я хотела ставить свои, поэтому виниры не стала делать. Нафиг. Если свои зубы хорошие, никакие виниры не нужны. Ну, что, мы сейчас ждем. Вот наш заказ. Мы тут вообще одни сидим. 2-123. У нас там пицца. И что ты мне там порекомендовала? Чикен Крут. Это лаваше, курица, помидоры, что-то еще. Ну, как шурма. Наверное. Вот такая. Для детей. Только здоровая шурма. Да, здесь очень много детей. Здесь, даже я когда была мелкая, арендовали помещение чекен пиццы и детские праздники устраивают. Там аниматри приглашают. Поэтому здесь еда как бы рассчитана на то, чтобы есть дети. Она не такая вредная, как у остальных. Вот типа Макдональдс, Бургеркинки и все. Здесь она получше. Вот. Сейчас лопаем и в гости снова поедем. Да. Я купила Костику две машинки. В общем, моя сестра и ее муж решили собирать коллекцию машинок. Это было как бы их решение не Костика, потому что Костик еще слишком маленький, ничего не понимает. Вообще, машинка для Костя. Но мне кажется, муж сестры моей обрадуется больше. Слушай, я машинкам сам рад. Но я себе машинки, правда, покупаю. Дорогие. Я это показывал. У меня они на балконе просто стоят. В таких полупрозрачных боксах. То есть там каждая машинка две, три, тысячи, четыре стоит. У тебя машинки крутые. А тут обычные машинки детские. Они тоже металлические. Там дверки открываются, но они не коллекционные. Они такие. Нет. Ну что ты купила? Полицию? Нет. Там скорая помощь и такси. Ну, придем в машину, покажем. О чем мы так долго болтаем, потому что нам еще еду ждать. И как раз что-нибудь вам расскажу. Вот эти наклейки, они прикольные. Они такие плотные, то есть выглядят как дешевские возможно, но на ощупь прям такой плотный картон. И теперь у меня она вот на камере есть. Но я вам приложу этот видосик, который Катя снова. Ну, мы теперь камеры не будем путать. У него будет ежик. У меня, может быть, тоже ежик, но он будет другой. Я хочу посмотреть, что это такое. Слушай, ну это похоже на доски. Или как оно называется? Ну да, неповеренно. Додочку. Додок. А вот это разве жульен? Где грибы? Я не вижу грибы. Ну, наверное, внутри, да, это жульен. А что, прикольный, кстати. Он вкусный, да. У него нравится. Мне в Додо вот этот Додстр не нравится. Здесь вкусный. Во! Что купила? Господи. Но это не коллекционные. Это не коллекционные, но просто им нравятся всякие машинки. А она что, делает? Нет, она просто поднимается. Тут написано, смотри. Что? Лицензированная. 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 Я не знаю, что это значит. Инновационные механизмы. Не, ну это, да, это, конечно, коллекционка не назовешь. Ну и что, зато классные. Все, едем в гости. Мальчику маленькому понравится. Мы говорим очень тихо, потому что время практически 12 часов, и произошла ситуация. Я когда поехал сегодня Катю встречать, ключи остались в квартире внутри. А там замок такой, на нее нажимаешь, и дверка закрывается. В общем, внутри все осталось, и мы сейчас стоим и думаем, что с этим делать. Ключей нигде нету. По родственникам походили, пошушали. Их нету. В итоге вызвали мастера, который сломает замки. Он к нам едет. В итоге нашли ключи. Сейчас ждем к нам. Привет на такси. А мастеру и пятихатку за ложный вызов заплатил. Только что звонил мужику, который мы развернули. В итоге с ключами все равно шляпа произошла. Только в 8 утра вроде как их можно получить, и то не 100%. Поэтому позвонил тому мужику, говорю, разворачиваться. Все-таки нам надо вскрыть. И потом будет менять замок. Вот такие ваши. А Катя ушла, мне не сказала. Я не знал, потому что они в квартире ключи. Ну и будем развернуться. А я вчера брала с собой ключи. Я бы дальше приеду. Вчера брала с собой ключи, потому что я знала, что Андрей будет дома. И я приеду, открою с собой этими ключами дверь. А сегодня я не взяла с собой ключи, специально их оставила, чтобы Андрей смог закрыть дверку. Вот, ну вторую вот эту покажи. Здесь вот эта дверка. А дальше? Ну это ладно. Дальше. Короче. Не знаю, как это точно сложно. В общем, я надеялась, что Андрей догадается, возьмет эти ключи. Андрей нифига не догадался, потому что думал, ровно как и вчера, что Катя ключи забрала. Потому что у меня было собеседование. Я сидел дома, никуда не ходил. И единственная у меня задача была потом встретиться. А вот знаете, что он сделал? Просто дверка такая. Дверка закрывается без ключей. Он такой любит же чпоньк делать, да? Ну короче, он уходит из квартиры и делает вот так вот. Чпоньк. И дверка закрыта. А ключи внутри. Вот так вот. Так что мы на шарике. Ждем сейчас мастера. Вот эту дверку в холме мы закрываем. Мы сюда-то, знаете, как попадали. Звонили соседу, открой, открой. А он знает то, что здесь, ну, кто здесь живет, он знает. Мне пришлось объясняться, кто я такая, чтобы мне открыли вообще двери. А изначально вообще я говорил. Да. Мужской голос. Да. Так что вот так вот. Веселье. Сколько там на часах тоже? Ну да, двенадцать почти. Очень прикольно. Мы, конечно, вообще по идее можем сейчас в Москву ехать. Ну, у нас там все вещи. У меня там ноутбук, все зарядки, камеры дорогущие, объективы. Да вообще все. Сейчас мы берем и поедем? Я не знаю. Возможно. Четыре часа. Да. Сейчас мы быстро доедем. Понятно? Ну, смотря сколько он колупаться будет. А, звонить еще. Приехал к нам мастер. Просто так вскрыть этот замок вообще никак не получалось. И само вскрытие и замена замка 5800. Мы решили, что не будем этим заниматься. Дождемся утра. Все-таки появился вариант, что нам привезут ключи. Там какой-то друг на такси. То не было варианта. Теперь он появился. И сейчас мы просто покатаемся. Заедем в ленту. Возьмем еще кваску на себя и на маму. Может быть тушеночки еще. И потом поедем в гостиницу. Завтра надо взять этот бальзамчик. Мама же просила. Какой бальзамчик? А, еще прям конфи надо заехать. И там бальзамчик прям зашел нормас. Поэтому вот такая у нас движуха. Плата за тупость. Просто за тупость. Мы не согласовали с Катей действия. Тупанули. Поэтому что имеем, то имеем. Ну, на самом деле ничего грустного. Даже весело. Сначала было грустно, а сейчас уже нормально. Ну, ничего. Всякое бывает в жизни. Я еще мастеру говорю. Никогда себе такой замок не поставлю. Который закрывается при помощи нажатия. Чпонька. Потому что... Ну, это защита от дурака. Да. Ты по сути всегда закрываешь. У тебя ключи в кармане. Вот. А тут ты вышел, нажал и все. И он говорит мастеру. Такой. Если бы не такие замки у нас, говорит, работы бы не было. Вот. Поэтому сейчас покатаемся. Поболтаем. И дальше там уже спатьки ляжем. Ну, вставать нам равно единственное. Ой, господи. Вот это дырень. А под лужами, кстати, ни хера не видно. О, меня аж сердце ёкнуло. Вот такие, видите. Там грыжи не будет? Ну, надеюсь, не будет. Еще не хватало мне грыжи сейчас. Блин, в первом часу ночи. Комбо. Это очень опасно. Вот так вот едешь, тут лужа и не поймешь, где дырень есть, где ее нету. Поэтому, слушай, ну, если бы было сейчас 20 градусов тепла, я бы в такую дырку попал на зимней резине, тогда да, возможно. Но сейчас плюс два, резина дубовая, поэтому ничего не будет. Так, и вот здесь я что, куда мне? Прямо лучше? Едь прямо, мы сейчас бежиться едем, да. Да, поедем покатаемся, бежиться, чтобы не знаю чего. Вот такие у нас новости, ребятушки. Не знаю, весело или не весело, но мы сначала что-то даже позлились, что-то поворчали, сердитые были, а сейчас нормально. Ничего, до утра потерпим. Какие-то приключения в Брянске. Ну, так-то, наверное, воспринимаем. А денег, на самом деле, не жалко. Мне даже, знаете, что сейчас? Соседи будут слышать, как будет высверливаться все это дело. Это очень крово. Замена и установка, это 40 минут. Это люди до часу ночи, они спать хотят, будут слушать эту дрель, вот это все. Ну, нафиг надо. А зачем нам ждать там часу или двух ночи, пока это все высверляют, заменят. Если в 8 утра, как бы, у нас будет ключ, и не надо будет ни деньги отдавать, ни соседей тревожить, ничего. Просто подождать несколько часов. Ну да, единственное, за гостишку заплатить. Но я там договорюсь, потому что у нас полночи получается. Пусть по сниженному тарифу нас, так сказать, заселяют. Так, передаем вести с полей. Мы приехали в ленту. Сейчас накупим кваса. Попить что-нибудь. Погода мерзкая. Мерзкая. Два градуса, ребята. Хорошо, что здесь 24. Я даже не знал. Думал, он до 11. Круглосуточная. Круглосуточная. Все линии в каждом районе круглосуточная часть. Пятерки круглосуточные. И перекрестки круглосуточные. Хорошо. Просто всегда есть возможность квас купить. Купили мне чабасы. Андрей решил попробовать водичку какую-то с витаминами. Она стоит сколько? Два раза дороже, чем обычная, да? Нет. 47 рублей бутылка. Ну, а обычная дешевле. В общем, она стоит дороже, потому что... Да, может 35 стоит. Она газированная просто. И с минералами. И с минералами. Я решила попробовать. Я себе взяла, что это? Это йогурт питьевой детский. Взяли. Ну, конечно, квасочек. Естественно. Брянская. И пледик взяли домой. Так. Ну, все. Падор. Как дела. Большая. Крокодила. Она. Она. Голодная была. Знаете, ребят, как вкусно. Полтретьего ночи есть чаобату мягенькую. И колбаска. Она. Мы так что купили. Вот такая. Черкиза с салями. Фламенко. Премиум. Ммм. Скажи вкусно. Такой мягкий. Вот правильно, что ты послушала меня. Мы взяли. Он прям вообще огонь. Вот недавно сделали. У тебя сегодня шутки такие вообще офигидают. Андрей, ты пошел за двумя бутылочками бальзама. Что? Ты пошел за двумя бутылочками бальзама. Я еще кваса купил. Нет бальзама. Нету? Нету. Что еще взял? Что, конфеты? Нет, морозные где-то. Ооо. Вон, доставай. Ой, экзо, мои любимые. Еее. Спасибо. Продолжим. Ролевуха. Ключик у нас от квартиры есть. Но вот этот тамбур не можем открыть. И соседи не отвечают. Это просто какая-то бесконечная ролевуха. Блин. Что, вызывать этого мастера, чтобы он открыл теперь этот замок? Чтобы мы попали в следующий? Жесть какая-то. Просто. А я в какой-то запиши не подойдет. У меня несколько раз у нас плечи просто. Господи, когда я попаду домой? Мы просто уже хотим в Москву поехать. У нас там все вещи. И надо просто зайти, грубо говоря, забрать и уехать. И не можем это сделать. Никто из соседей не открывает. Я хочу в Креветкино. Медведка на Креветкино. Что за влог такой, а? Нытья. Развлекаемся как можно, да? Тебе мама что-то написала. В общем-то соседей нет. Стоит. Да, я тебе пипец. Я хочу бошку помнить. Пипец. Я тоже хочу бошку помнить, смотри. Все, уже можно блин и жарить на ней. Ох, как тут весело, ребята. Ну, коридор зато большой. У нее там стоит, что-то какие-то стройматериалы. Дверь. Мусоропровод. Батарея теплая. Что, все? Все есть, живем. Ну что, никто? Ни одной, ни второй? Да. Ни одной, ни второй. Не, ну может какой-то домофон сломан. Можем как бы подняться наверх, позвонить еще раз по звонку. Ну, нам надо войти сюда. Вот именно. Помоги мне, сердце мое, блин. Время 13.13. Мы с 8 утра пытаемся попасть в квартиру. Ну, вообще, по факту, часов с 11 вечера вчерашнего дня. Ну, то есть прошло уже до хера время. Ой, нас ждут. О, спасибо. Ребят, ну что, давайте запишу финалочку. Мы все-таки попали в квартиру. Все хорошо. Соседи пришли. Вот сейчас время 9 час. Мы заезжаем, отдаем ключи и уже едем в сторону Москвы. Наконец-то. Наконец-то. Наша эпопея закончилась. Чему я не сказал рад. Уже хочу медведкова, конечно. Скучаю. А то мы все с тобой голопом по Европам. Нигде не можем сидеть долго. Все, сейчас усмиряемся и немножко приходим в себя. Короче, едем сейчас мы и я офигел. Передо мной косуля. Я ее чуть не сбил. Никогда вот так вот вживую на дороге. Ну, то есть лис видел, зайцев видел, а косулю нет. И прямо передо мной она. Я успел затормозить. Было немножко необычно. У меня же ладошки там единовременно смотели. Да, мне сердце так очень сильно. Это было, конечно, эпично. Просто едем, балазаем. Ютубит так медленно идет. Я, блин, ну я не растерялся, благо. Вот это повезло. У меня сердце так замерло в этот момент вообще.